Приветствую вас на канале Райвика. Сегодня я предлагаю вашему вниманию посмотреть рецепт и приготовить очень вкусные сырные палочки. Ну что, поехали? Нужны такие ингредиенты. 300 грамм муки, 7 грамм сухих дрожжей, 60 миллилитров теплого молока, 1 столовая ложка сметаны, 1 яйцо, соль по вкусу, 120 грамм сливочного масла, 100 грамм твердого тертого сыра. В теплое молоко отправляю сухие дрожжи. Перемешаю. Стаканчик не пьем, хотя шут дрожжи полезны. Но мы берем чашу и сюда просеиваю 300 грамм муки. Отправляю сюда сметану, добавлю одно яйцо, подсолим яйцо и можно его уже есть. Гоголь-моголь готов! Также выливаю, высыпаю сливочное масло. Сюда же отправляю 100 грамм твердого тертого сыра. И возьму вилочкой и перемешаю эти сухие плотные ингредиенты. Пару минут прошло, перемешаем дрожжи, они уже растворились, и я выливаю их в чашу. И теперь нужно ручками немножко перемешать тесто. Либо воспользоваться мужчиной, и он вымесит тесто, чтобы мои руки были чистые. Вот такое тесто мягкое получилось. И я чашу укутаю и оставлю тесто на 1 час для расслойки. И через час мы продолжим. А вы, когда делаете, не скучаете в течение часа, а ставьте лайки, пишите комментарии нам, делайте репост этого видео и других наших видео в социальных сетях. Ну что делать еще целый час, как не смотреть канал Райвика? Коронавирус! Спрятала под грудь, в груди укрыла. Час времени прошло, тесто расслоилось. Ну а я время не теряла. За этот час я из двух апельсинов наготовила вот такую гору печенюшек. Поэтому нажимайте на колокольчик, если вы еще не нажали под этим видео. И в пятницу вы посмотрите рецепт великолепных постных печенья из двух апельсинов. А теперь продолжаем наш рецепт. Достало тесто, и я его немножечко вот так помесю. Ну, размесю, как по-русски правильно сказать. Ой-ой-ой, что-то падает. Апельсин упал, ну ладно. Как он докатился до такой жизни, ай-ай-ай. Тесто поколбасило. Ну а теперь нужна штука для выпекания и пергаментная бумага. Я только что вытащила печенье, и у меня бумага еще... Сегодня буду экономной, пройдет и для этого блюда. Ну, а вы, если не делаете одновременно, тогда стелите новый-новый пергамент. И мне что нужно сделать? Наверное, взять кусочек теста и раскатать палочку. Сейчас это в сторону. А тут катаем, катаем. Вот где-то вот толщиной в палец. И вот эту палочку я выкладываю на пергаментную бумагу. Она сильно толстая. Нет, она где-то как палец. О, это будет как дровиняка какая-то. Сама ты дровиняка. И, в общем-то, отскубываю еще тесточка. И снова вот так раскатываю. И так пока не отскубну все тесто. Не выскублю, да? Не выскублю. Вот еще одна. Что-то более-менее уже получилось. Вот это более-менее, ну ладно. Первая какая-то как палка. Она палочка. Ну, слушай, одну съел и сыт 5 минут. Теперь мне нужен один желток. И я его уже взбила. И теперь вот кисточкой проведу по палочке. Покрашу желтком палочки. Помазюкала яйцом. А теперь еще чуть-чуть твердым сыром, натертым, я сверху вот так присыплю. Это не обязательно, но если у вас есть, то делайте. Кто любит кунжут, можете вместо сыра посыпать наши палочки кунжутом. И все, я отправляю их в разогретую духовку, 180 градусов, думаю, что минут на 20. Скоро покажу вам результат. Тра-та-та-та-та-та. Первая партия подошла. Вот такие палочки, пузатики, выручалочки получились. Палец я, когда раскатывала, мерила папин. А следующую партию раскатала, мерила по своему пальцу, более тоненькие. Вы регулируете. Ну, в принципе, вот такая толщина тоже очень даже ничего для палочек сырных. Они так пахнут, боже ж мой. Сейчас я запущу вторую партию, и тогда попробую эту вам расскажу. Течется вторая партия, а это невозможно оторваться. Давайте я поломаю вам и вас угощу. Про Париж говорят, умереть и не встать. А я вам скажу про вот эти сырные палочки. Настолько они вкусные, настолько нежно-хрустящие. Прямо нет слов. Друзья, я вам рекомендую, приготовьте. Делаются очень быстро, очень легко. Минимум ингредиентов, минимум усилий, но максимум наслаждения. Из одной порции целых две парции, и сейчас достанем вторую, будет вот такая гора. Берите баночку пива, хорошее настроение, ставьте лайк, напишите комментарий. Если вы еще не успели подписаться, то обязательно нажимайте кнопку подписаться и колокольчик. И наслаждайтесь жизнью. А с вами мы, Рай Вика. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok